Чемпионат мира Вегетарианские блюда и блюда, отвечающие стандартам халяль Соревнования канаистов и байдарчников будут проходить в центре грибных видов спорта Вход на соревнования бесплатный для всех зрителей Они ждали этого целых 7 лет И впервые в истории кубок заслуженного тренера Советского Союза Юрия Моисеева остался в Казани Два претендента Барс и Локо заочно выясняли, кто завладеет заветным трофеем Казанцы, отстававшие от конкурентов на одно очко, дождались осечки Локо в матче с Нижнекамским реактором А вечером не упустили своего шанса в игре с авто, разгромив соперника со счетом 4-0 Лучшим голкипером турнира признан Эмиль Гарипов, лучший нападающий – Олег Ломако С уверенной победой начали выступления и хоккеисты главной команды На мемориале Рамазана Магнитогорский Акбарс со счетом 3-1 обыграл Чулябинский трактор В составе казанцев отличились Дарзинш, Зарипов и Медведев Уникс обыграл Галатасарай, счет 89-62 Встреча состоялась в рамках итальянского сбора Преимущество казанцев было весьма ощутимым уже после первой половины игры – 52-38 В дальнейшем разрыв достигал 30 очков Не помог туркам переломить ход борьбы и бывший игрок Уникса – Генри Дамиркант Для фанатов посещение хоккейных, футбольных и других спортивных матчей всегда праздник Болеют все по-разному, кто-то поет песни, а кто-то не мыслит жизни без атрибутики, барабанов и дудок Использование последних на хоккейных аренах с нового сезона запрещено Реакция фанатов неоднозначная Некоторые предсказывают опустошение стадионов Ведь дудки добавляли позитива Остальные, наоборот, уверены, что от них давно пора отказаться Фан-клуб Казанского Акбарса в числе последних Мы вообще никогда не пользовались, то есть те, кто себя считают фанатами, те, кто пришли недавно или давно, они, в принципе, дудками никогда не пользовались Дудками пользуются, ну, лузеры, те, кто, в принципе, не считаются фанатами А вот с употреблением спиртных напитков на аренах фанатам хотелось бы запрет снять Мы были в Риге на выезде У них свободная продажа напитков Что спиртных, то есть пива, что соки Спокойно можно заходить на трибуну и пить То есть хоккей – это праздник А между тем о возвращении пива на стадион и депутаты задумались всерьез После многочисленных писем Владимиру Путину от болельщиков Народные избранники смягчились и обещали рассмотреть поправки в закон о пиве Чему, к слову, многие совсем не рады Как вы относитесь к употреблению пива на стадионах? Плохо Вообще пива не употребляем Любое употребление спиртных напитков, в том числе и пива, конечно, сказывается негативно на психику людей Отвратительно Не только на стадионах, а вообще везде Запрети, черт твоей матери Всех выгонять этих пенчужек Негативно При помощи алкоголя люди как-то... Ну, все негативные эмоции выходят И люди всегда творят поступки, которые неосознанные Впрочем, от мнения болельщиков сейчас уже ничего не зависит И решение за депутатами возможно уже этой осенью на стадионах пить пиво разрешат И тогда по уровню комфорта для болельщиков Россия приблизится к Европе Вот только культура поведения фанатов выше, к сожалению, от этого не станет В женском волейбольном клубе «Динамо Казань» грядут изменения Речь идет о смене фамилии Теперь Леся Махно в предстоящем сезоне станет Лесей Евдокимовой Волейболистка взяла фамилию мужа Что же касается еще одной спортсменки, Екатерины Гамовой То она после замужества решила оставить свою фамилию Редактор субтитров А.Семкин